Под стены облгосадминистрации вышли жены и матери служащих в 22-м территориальном батальоне. Поясняют, на улицу их вывело беспокойство за своих мужей и сыновей, которых 20 мая с территории Харьковской области перевезли в Луганскую. Наши требования такие, чтобы наших ребят экипировали. Они находятся там без экипировки, без бронежилетов. С них сняли шифроны, сняли опознавательные знаки. У них нет никакой подготовки. 15 минут рукопашного боя было на территории танкового училища на плацу и один день стрельбы. Медкомиссия, которая должна проходить при наборе, была проведена на 10-й день, как они уже находились на территории танкового училища. Медкомиссия проходила без них. Приехали, поставили галочки и получилось, что все абсолютно пригодны к воинской службе. Живут они в ужасных условиях. Шалаши они построили из веток. Кушать у них абсолютно ничего нет. Денег у них нет, ни воды, ничего. Муж мой говорил, что телефоны заряжать негде. Там глава Луганска приезжал, забирал телефоны, увозил для того, чтобы их зарядить. Пикетирующие просят вернуть военных на малую родину. Тем более, что согласно призывной повестке, изначально цель территориального батальона была охрана Харьковской области. Просить пришли губернатора. На встречу вышел его заместитель. Почему у нас дети без обмундирования? Я вам объясняю. Решение принято генеральным штабом, не Харьковской областной администрацией. Это военное подразделение. Решение принято генштабом откомандировать 22 батальон для прохождения службы в Луганскую область. Если бы Харьковская областная администрация принималась решение, мы бы приняли другое решение. Мы уже объясняли, когда встречались, о том, что этот батальон необходим в Харьковской области. И соответствующее письмо мы направили в генштаб и в министерство обороны о том, что нам необходимо использование этого батальона для прикрытия тех объектов, для которых он предназначен. Понимаете? И не нами принималось решение. Понимаем. И что ответил генштаб? До сих пор мы не получили ответа. Военные поясняют. Основные задачи, которые ставятся перед такими батальонами, это усиление охраны важных государственных и военных объектов, взаимодействие с переграничными войсками и борьба с террористическими группировками. А так как батальоны являются воинской частью, соответственно, они подчиняются генеральному штабу Вооруженных сил Украины, но никак не органам местного самоуправления. Значит, была поставлена задача убыть в Луганскую область и приступить к выполнению поставленных задач. В первую очередь, это охрана блокпостов. Что касается оснащения и экипировки, Колгушкин поясняет, согласно штатному расписанию, данный батальон укомплектован на 100%, солдаты сыты. А шифроны сняты в целях безопасности, чтобы невозможно было различить звание солдата. Не все, там 400 человек несут службу на блокпостах, правильно? Значит, организована караульная служба, посмена. И те непосредственно военнослужащие, которые находятся, будем говорить, в самых опасных точках на блокпостах, они вот на сегодняшний момент обеспечены бронежилетами. Я еще раз хочу сказать, что это, конечно, недостаточно. Но благотворительные организации уже поставили порядка 60 бронежилетов. И до конца мая планируется еще поставить, я не могу сказать, какое количество, но, наверное, в зависимости от того, какие средства будут у этих организаций, вот такое количество они смогут закупить. Одна из благотворительных организаций закупила, сейчас я не помню, до 10 душей переносных. Порядка 80 умывальников и силами, будем говорить, областного военкомата. Эти души установлены в базовом лагере, несмотря на то, что рядом находится водоем. Вот, и полностью все военнослужащие, пожалуйста, необходимое количество раз, сколько при жаре такой, 4-5, пожалуйста, принимают душу. Точные сроки, когда мобилизованные военные вернутся домой, зам военного комиссара не называет, так как время для проведения частичной мобилизации составляет 45 суток. Многие думают, что это срок, через который призывник должен вернуться домой. Однако это не так. Этот срок дается для органов местной власти и военкоматов для укомплектования и проведения ряда необходимых мер для мобилизации. Военная же служба продолжается до тех пор, пока не будет указ президента о частичной демобилизации.